Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. То есть, грубо говоря, если у нас большой экспедиционный комфортабельный автобус, и ему имеет две двери, то, соответственно, должно быть не менее двух сопровождающих. Какие нововведения ждут автовладельцев в наступившем году, узнал Александр Колганов. Хочется ходить безопасно по улице и не болеть. Где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, расскажет Луиза Игия Зарян. Конечно, не ждали, что он будет такой. Даже когда здесь сделали Луизину, 4 килограмма они говорили, но никак не 5. Настоящий богатырь появился на свет в Люберцах. Подробности в сюжете Анны Троян. Все повезут на сортировку, после чего будут возиться на КПО «Восток». Куда Люберчарь издают новогодних красавиц, расскажет Григорий Ворванин. А теперь подробнее об этих и других новостях. На еженедельном оперативном совещании администрации городского округа подвели итоги минувшей недели. Руководители управления и ведомства читались главе округа в проделанной работе. На прошлой неделе жители городского округа болторы тысячи раз обращались за помощью в полицию. Возбуждено 24 уголовных дела. 22 преступления раскрыто по горячим следам. Из резонанса преступлений на той неделе было убийство на улице Холхозной, на съемной квартире. Граждане, которые там снимали, не поделили пьяный скандал. То есть лица задержаны. Следственный комитет проводит проверку в порядке возбуждения уголовного дела по убийству. Одна из главных тем минувшей недели – снегопады, обрушившиеся на московский регион. Для устранения последствий во дворах было привлечено 198 единиц спецтехники. Задействовано 1335 человек. Использовано более 12 тонн противогололедных материалов. Из дворов вывезено 980 кубометров снега. Во время прошедших снегопадов управляющими компаниями были приняты меры, задействованы все силы для приведения территории в нормативное состояние. Однако стоит отметить, что управляющая компания «Комфорт» Жакар Беревецкий должным образом не справилась с своими обязанностями и не приняла меры по их качеству работы. На протяжении данного времени отмечались нарушения некачественного содержания территории. К сожалению, до настоящего времени замечания не устранены. Приводили в порядок и городские улицы. Дорожники работали в круглосуточном режиме. Для беспрепятственного проезда спецтехники привлекались наряды ГИБДД. За несколько дней с городских улиц вывезено более полутора тысяч кубометров снега. Сейчас ожидается несколько дней без снегопадов, потом опять снегопады, оттепли к концу недели. Поэтому нужно подтянуться и привести в порядок всю дорожную сеть. Глава округа поручил уделить особое внимание расчистке от снега обочин и эстакад. Это поможет избежать дорожных заторов и аварий. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Результаты оперативно-служебной деятельности прошедшего года и планы работы на будущее. На пресс-конференции руководители ГИБДД рассказали о статистике ДТП и нововведениях, которые ждут автовладельцев в новом году. 2020 год для ГИБДД Люберец отмечен снижением всех показателей по статистике дорожно-транспортных происшествий. Общее количество аварий на дорогах снизилось более чем на 16%. ДТП с пострадавшими стало меньше на 29%. Это лучшая цифра в работе государственной инспекции Люберецкого межмуниципального управления за последние годы. Какой-то вклад в эти цифры внесла пандемия. Задало, так сказать, общий тон, но не является основной причиной тех действительно снижений аварийности, которые вы сейчас наблюдаете. Кроме статистики по ДТП, на пресс-конференции руководители ГИБДД рассказали о нововведениях, которые ждут водителей в 2021 году. Теперь все автомобили с грузоподъемностью более 3,5 тонн, независимо от формы собственности, должны быть оснащены тахографами. Изменения коснутся и правил перевозки детей автобусами. Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки или высадки детей двери автобуса. То есть допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей, и если посадка и высадка детей будут осуществляться через одну дверь. То есть, грубо говоря, если у нас большой экспедиционный комфортабельный автобус, и ему имеет две двери, то, соответственно, должно быть не менее двух сопровождающих. В 2021 году продолжатся и профилактические раунды, такие как стоп-гаджет, маленький пассажир, большая ответственность, безопасная мобильность, некуда спешить, трезвый водитель и засветись. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Переход железнодорожных путей в неположенных местах может стоить жизни. Чтобы донести эту мысль до нарушителей правил безопасности, сотрудники административно-пассажирской инспекции, полиции и администрации провели совместный рейд. Подробности в сюжете моих коллег. Интенсивность движения электричек на этом участке высокая в любое время года. В часы пик сигнал поезда раздается здесь каждые пять минут. Не менее интенсивно движение пешеходов. Утром поток людей не прекращается. Место притяжения – вот этот самодельный несанкционированный переход между улицей Красногорска и Зелёным переулком. Такое пренебрежение приводит к несчастным случаям. Последний произошел совсем недавно. Месяц назад здесь погибла женщина от наезда электропоезда. Как мы видим, здесь нефункционированный пролом в заграждении и проход в этом месте запрещен. Наша цель – уменьшить и совсем прекратить данные несчастные случаи, чтобы граждане знали, где надо переходить, и знали правила перехода дорожных путей в этих направлениях. До разрешенного перехода на станцию Ухтомска меньше километра. Но у нарушителей порядка желание сэкономить несколько минут всегда берет верх. Несмотря на усилия сотрудников РЖД, подобные лазейки появляются вновь и вновь. Постоянно ремонтируем. В течение суток обратно все выламывается. Сейчас материал опять собираем, чтобы восстановить заново. На этом участке раза два-три уже сделали. Стихийный переход ликвидируют и на этот раз его закроют в течение трех дней. На территории Люберец это далеко не единственный опасный доступ к железной дороге. Рейды на подобных участках будут проводиться в дальнейшем. Уиза и Геозарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылось четыре дополнительных пункта для вакцинации от COVID-19. Они размещены на базе поликлинических отделений. Защититься от вируса можно будет и в торговых центрах. Там заработают специальные мобильные комплексы. Программа вакцинации от COVID-19 набирает обороты. Прививочных пунктов открывается все больше, а вместе с тем растет и количество желающих защититься от коронавируса. Хочется ходить безопасно по улице и не болеть. В настоящее время в поликлиниках городского округа Люберцы работает 8 пунктов вакцинации. Процедура уже доступна жителям старше 65 лет. Валентина Клычкова одна из первых воспользовалась этой возможностью, чтобы защитить себя от заболевания и спокойно выходить из дома, не опасаясь за свое здоровье. Конечно, нужно обязательно делать, чтобы если в случае заболеешь, хоть полегче будет проходить болезнь. И своим детям тоже советую, и внукам. И хочется дожить еще до пранок. А возраст мой уже приличный. 89, прошел 9 десяток. Сразу после вакцинации расслабляться не стоит. Процедура проходит в два этапа с разницей в 21 день. В этот период необходимо соблюдать требования врачей и не забывать про масочный режим. В течение трех дней мы не рекомендуем посещать сауну, баню и чрезмерные физические нагрузки, а также не употреблять алкоголь. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, а можно ставить прививку или нет, решает врач во время предварительного осмотра. Противопоказаниями являются это острые инфекционные заболевания, тяжелая аллергическая реакция, возраст младше 18 лет и беременный период лактации. Если нет противопоказаний, пишет пациент, заполняет анкету и проходит в кабинет вакцинации. Массовая вакцинация от COVID-19 проходит в поликлинических отделениях номер 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11. Записаться на процедуры можно на портале госуслуг или через колл-центры. Для удобства жителей на этой неделе в торговых центрах заработают мобильные прививочные пункты. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Детские сады и школы продолжают работать по новым санитарным правилам. Напомню, противовирусные меры в образовательных учреждениях продлили до конца года. В городском округе контролируют соблюдение требований Роспотребнадзора. Наша съемочная группа присоединилась к очередной проверке. Здравствуйте. Дайте операторку, фамилию. Без проблем. Правило измерять температуру при входе стало делом привычным. Убедившись, что с ребенком все в порядке, сотрудник детского сада провожает его в группу. Родителям вход строго запрещен. Массовые мероприятия в стенах дошкольного учреждения отменены. Мы работаем по тому же плану, по тому же графику. Все праздники у нас для деток. Поэтому мы все проводим, снимаем, родителям показываем. В распорядок дня и образовательный процесс противоковидной меры никак не повлияли. Единственные перерывы между занятиями стали дольше, чтобы успеть проветрить помещение и продезинфицировать поверхности. На пищеблоке в обязательном порядке все сотрудники должны быть в масках в течение всего рабочего дня, как бы это тяжело ни было. И, конечно, предусмотрено наличие перчаток. Сотрудники, которые работают непосредственно с детьми, причем при индивидуальной работе, также носят маски, носят перчатки. Если это фронтальные виды работ, то допустимо снимать маску. Мы сегодня убедились в этом детском садике, что все нормы соблюдаются, все требования исполняются в полном объеме. В детском саду функционирует 11 групп. На сегодняшний день только одна закрыта на карантин из-за ветрянки. Все остальные работают в штатном режиме. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этой неделе православный мир отметил крещение Господне. По традиции принято окунаться в прорубь. В городском округе подготовлено несколько купелей. Накануне их готовность проверили специалисты Госадомтехнадзора, МЧС и главолюберец Владимир Ружицкий. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции на территории округа подготовлено только три купели. Все они находятся на открытой воде. Малаховское озеро, Кореневский карьер и пруд в Наташинском парке. Все подходы к яорданям оборудованы деревянными лестницами и настилами. Также установлены палатки для переодеваний. Должны быть палатки с каким-то обогревом. Палатку сложно обогреть, но тем не менее хотя бы какие-то пушками поставим, относительно более-менее комфортно. Мы ставим и горячий чай повсеместно. То есть создаем некие такую благоприятную праздничную атмосферу. Готовность купелей проверили инспекторы Госадомтехнадзора. Они следят, чтобы места купаний были огорожены. И самое главное, смотрят, чтобы подход к водоему был безопасным. Непосредственно во время крещенских купаний деревянные настилы накроют еловыми ветками или сеном. Это убережет от падений. Сейчас толщина льда около 20 сантиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать вес нескольких человек. Тем не менее, специалисты напоминают, на лед выходить опасно. Вообще на лед выходить запрещено, потому что и толщина льда меняется, и температура меняется, и воздух, и воды. Соответственно, могут быть промоены где-то в лед толще, тоньше. И на лед вообще запрещено выходить, кроме места, где будет оборудован настил, по настилу, только купелем и обратно. На лед выходить нельзя. Крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Поэтому для удобства восстановлены прожекторы для дополнительного освещения. Подсвечивает и воду в Иордании. Во время крещенских купаний у водоемов дежурят спасатели, врачи и народные дружинники. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ну и продолжая тему. В ночь с 18 на 19 января в Люберцах осветили купели. В городском округе организовали три площадки для крещенских купаний. Наша съемочная группа встретила праздник вместе с люберчанами. В этом году праздник Крещения Господня прошел по всем традициям. Сильными морозами и купелями на открытых водоемах. Центром притяжения верующих в эту ночь стал парк Наташинские пруды. Задолго до начала литургии Великого освящения воды здесь выстроилась очередь из желающих окунуться в прорубь. Я вам всем желаю добра, здоровья, благополучия. Я искренне желаю всем здоровья. Искренне желаю, чтобы у каждого все получилось. Каждый, о чем мечтает, чтобы это сбылось. Этот год был непростой для всех. Но за все мы должны постараться поблагодарить Господа. За то, что мы живы, за то, что у нас есть здоровье, у каждого оно свое, у кого-то его очень много, у кого-то намного меньше. Праздничное богослужение завершилось запуском в небо белых голубей и красочным салютом. В освященную году по очереди стали окунаться верующие. За их безопасностью и здоровьем следили сотрудники МЧС и скорой помощи. Поздравляю всех с крещением. Желаю вам всем здоровья и семью крепкую. Любите друг друга. И пусть вера вас объединяет. Я живу в Москве. Московский перекрыли. Ни одной проруби не работает. Поэтому приехали к вам. Спасибо, люберцы. Кроме Наташинских прудов, крещенские купания прошли на Малаховском озере и Кореневском карьере. Все площадки были оборудованы теплыми раздевалками, туалетами и пунктами раздачи бесплатного чая. В праздничную ночь в крещенские проруби окунулись более 7 тысяч человек. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Настоящий богатырь родился в Люберцах. Новорожденный весом в 5 килограммов 300 граммов появился на свет 12 января в Московском областном центре охраны материнства и детства. С маленьким, но уже таким большим мальчиком и его родителями познакомилась Анна Троян. Кошек мы любим очень. Да, Анечка? Иван Михайлович не иначе. Второй ребенок Ольги Звонниковой родился настоящим богатырем. Вес 5 килограммов 300 граммов младенцы набирают обычно к 3 месяцам. Конечно, не ждали, что он будет такой. Даже когда здесь сделали УЗИ, 4 килограмма они говорили, но никак не 5. Беременность была очень хорошая. В принципе, нет афикозы, ничего такого не было. 40 лет жизнь только начинает. Я счастлива, скажу так. Впервые Ольга стала мамой 23 года назад. Ванечка – ребенок поздний и долгожданный. Появился на свет вовремя. Роды прошли без осложнений. Из-за размеров малыша пришлось сделать кесарево сечение. Мальчик, говорит мама, покладистый и смышленый. Маленький, прям в натяжечку. От подарочного набора в роддоме Ольге пришлось отказаться. Ванечке стандартные вещи для новорожденных уже не по размеру. Маленького, но такого большого мальчика в стенах роддома встречали всей семьей. У папы сначала и вовсе пропал дар речи при виде сына. Самое главное – все хорошо, здоровый. На меня похож. Я рад, я счастлив. Это самое незабываемое событие в моей жизни. Крупные новорожденные – редкий случай. В прошлом году таких малышей в Московском областном центре охраны материнства и детства родилось всего шесть. Им необходим особый осмотр врачей. И если все показатели в норме, то такие младенцы не нуждаются в особом уходе. Причин, конечно, масса. В первую очередь это эндокринное нарушение со стороны мамы, генетическая предрасположенность, какие-то сопутствующие заболевания, ну, возможно, какие-то особенности питания женщины во время беременности. Однозначно сказать, хорошо или плохо, когда родился настоящий богатырь, нельзя. Зачастую большой вес новорожденного никак не отражается на здоровье и его дальнейшей жизни. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе подвели итоги проекта «Люберецкие звезды» за второе полугодие 2020 года. Награждение участников, набравших наибольшее количество баллов, прошло во Дворце спорта «Триумф». С победителями и призерами познакомилась Луиза Егезарян. Он призван найти и отметить самых активных, талантливых и спортивных жителей округа. Проект «Люберецкие звезды» стартовал в мае 2018 года. За это время более 200 человек получили награды за свои достижения. Мы ставили прессовую задачу, дать некий импульс, чтобы люди, которые обладают некими талантами, способностями, люди увлеченные, могли себя проявить. И чтобы они себя могли проявить, но самое главное, чтобы еще и наши соседи, близкие смогли увидеть, что «Люберецкие» на самом деле – это край талантливых людей. Количество участников проекта тому подтверждение. На сегодняшний день более 5000 жителей городского округа зарегистрированы на портале «Люберецкиезвезды.рф». Среди победителей по итогам второго полугодия 2020 года – семья Меликситян. Мама и двое детей заняли первые места в своей возрастной категории. Наша семья очень любит музыку, и, конечно же, мы занимаемся музыкой. Мои детки поют, выступают на всевозможных конкурсах. Также занимаются спортом, сын занимается легкоатлетикой. Участники проекта разделены на 8 возрастных групп – от дошкольников до серебряного возраста. Самому старшему призеру – 70 лет. У Валентины Михайловой более 60 наград в спортивных соревнованиях. По количеству набранных баллов она заняла третье место. В первом полугодии у меня второе место было. Сейчас же 65 плюс изоляции. Участвовать нельзя. Если бы не было этой изоляции, может быть, у меня больше было бы достижений, больше мероприятий я бы посещала. А так приходится сидеть дома. Ну что делать? Абсолютным победителем и обладателем главного приза 10-го айфона стал 10-летний Ярослав Алёшкин. За участие в творческих выставках и конкурсах ему удалось набрать наибольшее количество баллов в направлении образования. Я занимаюсь актерским мастерством, также занимаюсь спортивными бальными танцами. Я очень много подавал грамот по разным занятиям, по спорту, по стихам. Я не ожидал. Я очень рада, что я победил. Но в Люберцах очень много талантных ребят. Денежные сертификаты и поощрительные призы получили 19 участников проекта. Побывать на их месте может каждый, кто достиг определенных высот в том или ином направлении. Нужно всего лишь зарегистрироваться на портале люберецкиезвезды.рф и заявить о себе. Актер, танцор, резчик по дереву и автор стихов – все это один человек. Ярослав Алёшкин. Юному люберчанину всего 10 лет, а у него уже больше 200 наград за участие и победы в разных конкурсах. Эти многочисленные дипломы и медали помогли Ярославу победить в проекте «Люберецкие звезды». Со звездным жителем Люберец пообщался Григорий Ворванин. Люберцы – уютный городок, дивное сокровище России. Сколько в жизни я пройду дорог, на свете нет земли красивей. Это стихотворение Ярослав Алёшкин сочинил в 7 лет. Рассказывает, просто смотрел телевизор, а в голове родились эти строки о Люберцах. Сейчас у юного поэта только три произведения. За количеством Ярослав не гонится. Главное увлечение Люберчанина – театр. Он в жизни Ярослава появился несколько лет назад. Начинал со второстепенных героев. Сейчас ему доверяют главные роли. Мы ставили в предыдущем году хроники Нарнии. Я играл того человека, который сначала предал своих друзей, а потом стал домом, но потом изменился. Я играл Эдмунда в главных ролях. «Люси! Где ты? Люси! Ух! Семь, лес, снег! Как красиво!» Помимо репетиций в театральной студии, Ярослав осваивает бальные танцы. И здесь он тоже показывает неплохие результаты, занимает призовые места. Побеждать для Ярослава – дело привычное. За несколько лет грамот, медалей и кубков с различных творческих конкурсов завоёвано столько, что они едва помещаются в комнате. Предлагаем участвовать в конкурсе. Ни в коем роде не заставляем его насильно участвовать в конкурсе. Не нравится, нет. Но он всегда готов, ему это нравится. Я так понимаю, что человеку нравится драйв участия на сцене, танцев, участие в спектаклях. Благодаря активному участию в конкурсах и многочисленным победам Ярослав стал победителем проекта «Люберецкие звёзды». Среди множества увлечений не забывает Ярослав и о школе. В этом году он заканчивает начальную школу. Классный руководитель мальчика уверена – творческие способности ему помогают в учёбе. Ярослав преуспевает по всем предметам, а легче всего ему даётся литература. Там проявляются вот его таланты, поскольку он может рассказать хорошо, дальше он может обрисовать образ какого-то героя. Ну, окружающий мир у него тоже, потому что память очень хорошая. Кем станет Ярослав, когда вырастет, сам он пока не решил. Говорит, ещё недавно мечтал стать хирургом. Теперь хочет связать своё будущее с театром, стать известным актёром. И каким бы ни был дальнейший выбор, близкие всегда его поддержат. Григорий Ворвани, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ёлочный круговорот. В Подмосковье проходит экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке». В нашем регионе она проводится уже третий год. Её суть проста. Ёлку нужно принести в специализированный пункт для переработки. Где ждут хвойные деревья от люберчан и какова дальнейшая судьба ёлок, узнаете сюжетом. В пункт приёма ёлок люберчанин Павел Барабашин новогоднюю красавицу приносит третий год подряд. Живёт хоть и не рядом с этой площадкой, но всегда находит время, чтобы сдать ель именно сюда. Павел считает, это самый рациональный способ расстаться с деревом. Действительно подарить ему вторую жизнь. Ну а почему сейчас выбрасывать, а не в середине февраля, как некоторые делают? Китайский Новый год встречают? Нет, мы не встречаем китайский Новый год. У нас это всё как положено. Мы также не остались в стороне и привезли ёлку, которая на протяжении нескольких недель украшала редакцию и дарила аромат хвои. Подарим ёлке вторую жизнь. В этом году в городском округе открыто 12 пунктов, куда можно принести ёлку. Точные адреса размещены на сайте Люберц РФ. За первые дни экологической акции люберчане принесли сотни елей, сосен и пихт. Ёлки все повезут на сортировку, после чего будут отвозиться на КПО «Восток». На КПО «Восток» там уже будет работать дробилка, всё это будет дробиться. Будет уже использоваться в качестве компоста, при посадке новых деревьев и так далее. Во время предыдущих акций по сбору елей жители Подмосковья сдали 10,5 тысяч деревьев. Немалую лепту внесли и люберчане. Ожидается, что в 2021 году количество сданных новогодних красавиц будет ещё больше. Подарить ёлке вторую жизнь можно до 15 февраля. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова